Ребята, я же обещала вам показать варенье это, смородиновое, как оно застыло. То есть это уже с холодильника. Смотрите, какая густота. Как оно долго вытекает, густющее. Смотрите. Класс! Обалденно, я прям не ожидала. Но я в нем конкретно чувствую крыжовник. То есть как 50 на 50 крыжовник со смородиной. И это клево. Я же вообще не люблю смородиновое варенье. А здесь из-за привкуса этого крыжовника, блин, круто. Берем хлеб, а еще лучше намазать хлеб маслом сливочным, хорошим, таким настоящим, домашним. И сверху варенье, это как в детстве. И кушай вкусно-вкусно, ребят. Ой, я сейчас буду кушать, простите. Очень вкусно. Мне говорили, Юля, надо было уже готовое варенье или что перетереть. Через ситое, там, чтобы не было этих шкурочек. Ребята, они практически не ощущаются. То есть они мягенькие, они не мешают. Ну и выкидывайте их. У них витамины в этих шкурках. Я прям сейчас слюной подоглюсь. Так вкусно. Надо еще собирать. И как минимум еще кастрюлю сварить. Обязательно. Вы, я так чувствую, с такими успехами, до зимы она не доживет. Если Юля так будет прикладываться к варенью. Слушайте, никакого шоколада не надо, никаких конфет. Это супер. Хочешь, собачка? Ты такой, не ешь. Не дам. На те хлеба кусочек. Суслика мне сделай, суслика. Все, теперь морозик приоткрыт тогда. Ой, я голодная, буду кушать хлеб. Ой-ой-ой. Суслика мне. А голос? Голос. Голос. Я плохо слышу. Голос. Голос. Моя девочка хорошая. Правильно. Нефиг гавкать громко. Жук бывает достает. Когда, ну там часто или по улице кто-то ходит. Еще он же охраняет. И тут целый день. Особенно если ляжешь там. Ну тут уже вечером ложишься отдохнуть. Ну поспать. А жарко. Окошко бывает открываю. И он под ухом. Да е-мое. Смотрю кавер наблюдений, никого. Ну уже где-то что-то ему не послышалось. Он же охрана. Понимаете. А это тоже в доме. Жук же на улице спит. А Альма в доме. Она тоже порыкивает. Там вечно на стрёме такая. Чтобы помогать бежать. Говорю, сидеть. Она бедная. Несчастна целыми днями же дома сидеть. У нее же течка. Сейчас выпустила ее. Пока вот рядышком сидит. А если такое убегает в жуку, я тут же ее беру и закрываю. Глаз на глаз надо. Потому что нам этих Альма-жуков нам не надо такого счастья. Так, все, доедаю еще. Не, ну уже налила. Да есть это варенье. Что ж. Будет сохнуть. Ой, ну классно. И цвет красивый. Оно прям аж переливается. Смотрите. На свету вот так вот. О, красота. Вот так вот. Ау. Вот. Ребята, я прилегла немножко отдохнуть. Слышу, Лена, что-то тапками шорк, шорк. Что-то шепчется, шепчется. Что ты там шепчешь? Говорит, мама, там такое, там такое. Сейчас, наверное, будет гроза. Гремит. Все вдалеке. Не знаю, стороной обойдет, не стороной. Черное идет уже. Что-то там такое. Ну не такое черное. Слышите, как гремит? Он гремит. Пойдем посмотрим сюда. О, как у меня орех разросся. Хорошо. Боже, тут косить надо. Боже, 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 боже. Вон. Тут, смотрите, еще светлое небушка. Там, вон, кусочек. Правда, вот тоже туча находит. А здесь все темно. Темно. Не знаю, камера передает или нет. Может, я сейчас еще и молнию засниму. Не. Не мах. А там уже видно, что дождь идет вдалеке. Смотрите, прям вон видно полосой. О, блин. Сейчас как ливанет. Лишь бы града не было. Вот что я боюсь. Я боюсь за свои помидоры, за фрукты, за все. А может, и стороной... А тут, смотрите, вон там светлое небо. Видите, кусочек? А вот она ползет сюда, сюда, сюда ползет. Гремит. И она что-то... Как шандарахнула. Лена аж присела. Потому что в тех условиях, что мы живем, то гром... Это страшное дело. Мурашки по коже бегут. Оп. Мигнула. Не знаю, камера запечатлела или нет. Молния где-то мигнула. Ну, блин. Что творится? Убираем тут вовсю. А, ребята, блин, я так не хочу плитки убирать. Я вам пакеты взяла. И этот со мной. Сейчас пакеты надену. Ну, там еще не будет, но мало ли. Вот так вот. Да и все. А потом какая вода тут будет. Это кто принес? Абрикосочки. Их забрать, накапывая, да, уже дождик? Нет. Вот дождик капает. Я даже не расчесалась, как это лежала. Сегодня, кстати... Красивая такая. Да, голову помыла, заплетак... Заплетак. У меня что-то в свое время проблемы с сечью. Проблемы с сечью. Это самое косо заплела. Руссу косо своей. Мама! Сейчас нормально, успеем. Капает? Успеем. Мама! У меня водонепроницаемый телефон. Вот, заплела, тоже распустила. Она влажный волос. И у меня такие были, как знаете, как у лошадки. Вот такие кучерявые были волосы. Я даже не расчесалась. Вон еще тучи идет, Мама. Как закручивать, закручивать. И все вот сюда закручивать. Сначала думала, мимо, Лена, как подует ветер, как упадут все наши абрикосы. Давай ловить скорее. Давай ведро. Испелые, и неспелые, и как упадут. Надо бассейн под деревом поставить, да? Хана. Ханашка. Га, накапывает. Да. Слушай, хорошо, можно кушать абрикосы, да? Блин, а я только-только задремала. Так хорошо. Но зато хорошо, что ты меня разбудила. Знаешь, что? Потому что я как-то... Я тебя разбудила, да? Да. Я как-то лежала неудобно. И я проснулась, и у меня занемевшие руки. Я так... Я сразу так на руки. А не знаешь, как в мелких иголочках занемели? Думаю, все. У меня нет рук. Так, дождь начинается. Погнали, ребята. Лена очень сильно боится грома и молнии. Чего ты больше боишься? Грома или молнии? Все вместе. Грома, наверное. Вот, он побахает. Я говорю, грома незачем бояться. Ну, вообще, это фигня. Потому что гром мы слышим после того, как молния. Ну, понятно. Она блыснула, она ударила, да? Если понимаете, вот, тогда мы слышим уже гром, как-бы. Он со временем приедет. Ну, короче, там своя физика. Просто. Вот, и ей страшненько. А еще недавно она гуляла, где... Ну, короче, недавно ей рассказывали. Недавно ей рассказывали за шаровую молнию. Вот. И Лене страшно, что к нам залетит. А у нас окно открыто, кстати. Но там тюль. Она не пройдет сквозь тюль. На самом деле, я раз в жизни видела шаровую... Шаровую? Шаровую молнию. А в последнее время, ребята, замечаете проблему с речью? Я же говорю. Короче, видела шаровую молнию. Это было совершенно случайно. Это всегда в жизни происходит. Случайно, когда ты этого не ждешь, не ожидаешь, естественно. Едем мы откуда-то. Папа, мама, Женя, по-моему, все семьи едем на машине. Откуда не помню. Короче, и прям въезжаем в стену. А я рассказывала? Что я тебе рассказывала, да? Короче, въезжаем в стену, как впереди. Гроза, такая черная стена. Мы такая, въехали. Видимость просто ноль. Все машины тормознулись, остановились. Вот, стоим. Потому что дворники там вообще не справляются. Такой дождь, ливень. Стояли-стояли. О, начало немножко виднеться. Начали двигаться. Машины и мы. Движемся. Ужас совсем прояснилось. Но дождь идет, молнии сверкать. И папа такой, аж заматерился. Такой, блин. Ну, я не буду матюкаться, да? Блин, смотрите. И так голову поворачивает. И мы все такие, раз. Шаровая молния. Вот такой круг. Ну, размеры я не передам, потому что мы на трассе. А это получается, как, ну, посадка. И как посадка такая, реже-реже становится. И дерево, одинокое дерево стоит в поле, но ближе к дороге. И тут этот шар, он так медленно движется, движется. И мы уже увидели момент, когда он приближается к дереву. И такое бабак. И он как будто в землю ушел. Я рассказываю вам, прикольно, да? Но очень весело, кажется. Но на самом деле страшно, стрёмно. Ты не понимаешь, шаровая молния. Что это такое? Потому что ты этого никогда не видела. Это как, знаете, как необъяснимое чего-то, да? Что в природе чего только нет. Чего не бывает. Акции, разряд, вот все, он летит, понимаете? Надо самой тоже в интернете почитать. Как она? Я раньше читала, сейчас просто подзабыла, что там от чего, как она образовывается. Но это очень опасная штука. Есть случаи, но они настолько единичны, когда шаровая молния залетает в окно. Но там есть какие-то правила. Если я не ошибаюсь, то нельзя шевелиться. Если она как мимо летит, ты стоишь, не шевелишься, понимаете? Вот. То памперсы надо желательно иметь с собой. Ну, это такое дело. А если она на тебя летит, то там шевелись, не шевелись. Ну, хана, наверное. Я не знаю, надо почитать. Вот. И Лена теперь боится еще больше. Шаровая молния. Шучу. Это настолько, на самом деле, редчайшие случаи вообще ее увидеть, человеку, да? Потому что они же не летают вот там через каждый метр во время там грозы, правильно? А тем более, чтобы в окно залетело, это вообще должно там так не повезти, наверное. Так что у нас такого не будет. Мы вообще люди везучие, поэтому все хорошо будет. И гроза сейчас мимо пройдет. Огородик только нам немножко польет и все. Вот. Альму закрыли, она в туалет сходила и все. Сейчас жук будет жахаться, когда будет уже ближе громыхать, он боится. Ну, собаки вообще боятся грома, раскатов, да? скажи, салюты, салюты я просто устала я только проснулась, у меня голова не соображает я еще не понимаю, я сплю? наяву я с вами разговариваю или нет? ущипни меня ай да наяву короче, вот сидим и ждем, как говорится с моря погоды, в нашем случае с реки погоды я сегодня сидела, ребята, утречком сходила на речку, так хорошо никого нету, пришла завалила чашечку чая, сделала бутербродик не, не бутербродик, у меня был я макарошки вчера же доедала, с сосисочкой вот, и сижу, и я себе представляю понимаете, до чего мой мозг уже мне нужна разрядка, я привыкла каждый год ездить на море и моему мозгу нужна разрядка и тело мое должно полежать на горячем песочке, понимаете? вот, и я пришла, иду с речки так себе представляю, что я иду с моря как недалеко мы от моря сняли жилье, прихожу сюда, здесь элитная беседка, я себе села покушала, попила чайочек воздух свежий, оно все равно играет роль когда у реки ну не всегда, но вот по вечерам какой-то запах есть такой, ну, как водяной ванна не морская ну вот этот, речной речной, речной речной запах кто-то не дает, берись стили одеяло на травке, возле, нет, возле туалет не надо, возле сада там где-нибудь вот, загорай, кто любит, да, солнечные ванны принимать, а что остается делать, ребята море нет, иногда пересматриваю свои старые ролики смотрю, ну, морские смотрю и люди, некоторые заходят тоже, да которые живут в нашей же стране, в наших же условиях да, что понимают, что неизвестно когда будет море вообще в этом году ну все понимают, что скорее всего его не будет, вот и тоже смотрю, смотрят наши ролики морские и пишут ой, как было классно там ну не я одна такая, людям хочется люди привыкли, что работаешь, работаешь, работаешь о, отпуск, надо съездить отдохнуть ну, чаще всего едут на моря потому что вроде как подлечиться подышать свежим воздухом, да, морская вода морская вода, кстати, и излечивает много всяких и суставы лечит, и раны быстро заживают, да только недавно я вам рассказывала за трещины на пятках раз было я трещины на пятках я ледищины казала, я от нее скрыла теперь она знает все тайны я знаю, я слышала, я же тебя подслушиваю да, вот и когда-то я ездила, поездка на море и у меня как раз трещина на пятки была я мучилась, не могла ходить и уже такая штука, что кровит ну, у кого было, тот поймет, блин а оно ж, ну, ноги, пятка, еще не дай бог попала какая-то там зараза, оно тут же сдувается, надувается, ну, такое проблемное место да, пятки вот, и я приехала на море буквально день-два прошло я забыла, что у меня вообще пятки то есть соленая вода морская излечила, ну, этот, сам, мои раны ну, так оно и есть а тем более все вот эти наши курорты такие, как Скадовск, да, которые богаты этими ну, птина морская эти водоросли эти водоросли везут оттуда и домой и набивают ими подушки ну, слушай, они йодом насыщены что-то темнеет у нас прям, да на ходу да йодом насыщены вот, и понимаем, что я к тому, что люди привыкли привыкли ездить на море оздоравливаться так и я тоже сижу, а то страдаю и приходится свой мозг переключать и представлять, что мы на море вот сейчас настолько пахнет озоном я вспомнила, да, озон что кажется, как будто с моря, да, ветер и здесь должна быть петь ветер с моря отдул ветер с моря отдул грозу не очень да, дождик начинается но все равно классно особенно после жары в каждой погоде есть свои, да, плюсы и минусы минус здесь, что я переживаю я лично что пойдет град и за всех девчонок наших переживаю кто вместе со мной я вижу по комментариям садят огороды но не дай бог град так пройдет со полосой со шхана будет и помидоры и позбивает все побьет на свете поэтому минус то, что может пойти град да, ну и сильный ветер там может бывало такой, что дерево поломается ну то все ерунда, да вот а зато свежий воздух эмоции есть есть даже от того же грома вот мы сейчас с тобой сидим, понимаешь и ссыкат нам да но мы же потом будем вспоминать как нам было страшно а как теперь хорошо ну так оно и есть я запомнила вот это эмоции ссыкатно прям, да да, я запомнила я вообще никогда не боюсь грозы, молнии да, гром вот это все ну ерунда вот а когда-то мы были на нашей старой прошлой даче надо фигнуть вот ребята, такая была гроза наступила ночь выходишь на улицу настолько часто мерцают молнии, да что небо просто ну не гаснет не тухнет оно все время освещается все гремит а уже время спать пора пошли легли спать все спят а я не могу уснуть такое ощущение что дом трясется и я лежу и я не давала спать никому а вдруг в дом попадет а Сережка такой говорит да нет, ложись спи все нормально будет а он уже спать хочет а я опять время проходит подожди а у нас громоотвод есть а мы только дом купили он такой не знаю и сам уже лежит такой думает а если громоотвод когда громко говорю пересекает в горле поэтому каждая погода по-своему хороша сейчас гроза потом солнышко и так далее зато польет нам огород будет мокренько пошли в дом уже залетай в плечо по-своему хороша а быстро можешь? да смотря как ты каждая рада вот видите ребята почему газ все-таки не стоит все-таки не стоит относить на улицу плитку газовую пошел на улице дождь а я здесь у меня есть где готовить кушать так бурьем закипел я курицу уже вытащила тут ласа охотится вон пришла сидит за куриным филе я добавляю картошку вот ложка я на одну лишнюю вечно у меня много картошки получается я туда ее уже дорежу наверное куда я ее дену одна одиношенька ой дорежу сюда сейчас быстренько сварю супец потому что на ужин ничего нет я буду собак кормить альма бедная в доме сидит но я успела ее выгулять до наступления до начала дождя чтоб она ножки не пачкала так это тоже сюда опа так а где крышка моя накрыть опа закипает сейчас быстренько сделаю зажарочку ставлю сковородку на другую бритку опа все пусть разогревается сейчас быстренько лучок морковку поджарю можно так кинуть не обжаривая куда суп будет совсем белый такой какой-то я поджарю так одной луковицы мне будет достаточно так блин не охота в дом у тебя есть у меня какие-то макарошки макарошки блин есть ура мелкая вот такая вот лапша пойдет мне нельзя отсюда уходить потому шаласа сожрет это все так масло на сковородку обжариваю я не отдельно а вместе лук и морковь какая разница сейчас быстренько сварим супец так это я с улицы все прятала у меня будут щетки зубные и все на свете все вместе и что уже кипишь почти почти так это луковица лишняя какая тут лежит это крышки у меня это помыть надо это в холодильник вот видите как плохо что тут нет холодильника приходится туда таскать ну ничего 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 я уже приспособилась нормально так а ложку чем мешать ложки лима есть лопатка лена перемыла посуду и отнесла все туда в дом все подряд и ложки и вилки лопатка есть и нормально и мы сейчас сварим супец и будет ужин да ласа ласа кися так у меня тут тазик стоит с луком надо убрать его сюда кабачки блин маме сегодня позвонили нам надо кабачки накажет Витя нам надо еще кабачки видя словно мне уже не хотят ну ничего я позвонила как раз женщине которой я передаю а эта женщина передает какой-то семье которая ну в тяжелых условиях живет но в плане дохода может быть переселенцы там или что не знаю ну короче туго у них вот и она им передает эти кабачки ну просто у меня же блин я не знаю тут килограмм двадцать мне как перетаскать я не знаю перетаскать как она кабачки до стреклы передать так все кипит я медленно переключаю можно вот одно тут два куриных филе ребята одно куриное филе я добавлю в суп сейчас порежу а второе куриное филе я хочу завтра сделать в салатик что у меня есть яйца я могу отварить яйца отварить картошки немножко морковку на огороде выкопать да а что еще а и огурец добавить кстати либо квашеный либо просто свежий огурец и майонез уйди нельзя уйди и майонезом это все дело заправить и будет вкусный салат на ешь кися маркися мне же хочется на кушай пока я добрая не столько дождь льет как просто громыхает лена уже ушла в дом боится она грома причем именно грома так все курица нарезана опять у меня густой суп получится наверное картошка варится мне же нельзя отсюда уйти ибо это ласа тут же все сожрет ребята что творится просто капец ливень все мокро все не не это н hump вы и все мы